Привет, ребят! А знаете ли вы, что новые процессоры Core i3 поколения Coffee Lake смогут составить конкуренцию Core i7? В Японии начали дешеветь процессоры AMD Ryzen 3 DRIP, а Microsoft запретили навязывать пользователям установку Windows 10. Об этом в сегодняшнем выпуске CompaNews. А пока небольшая реклама. Почувствуй настоящую скорость. Триколор ТВ представляет. Проект «Наши гонки». Используй приставку JS Game Kit. Тренируйся и будь готов к турниру на большом экране. Как я уже рассказывал в прошлом выпуске, компания Intel пока официально представила только мобильные процессоры нового 8-го поколения под кодовым названием Coffee Lake. Анонс настольных процессоров ожидается в начале октября, но, как всегда, много достоверной информации успевает просочиться задолго до обозначенного часа X. Так, в интернете уже засветились подробные характеристики процессоров Core i3-8100 и Core i3-8350K. Как видно из слайда, в новом поколении процессоров Intel мы получим четырехъядерный Core i3, но без поддержки технологии гипертрейдинг. По сути, они будут равны текущим, таким же четырехъядерным процессорам Core i5, но у них не будет поддержки технологии Intel Turbo Boost. Если их стоимость останется на уровне нынешних Core i3, то я вообще не понимаю, кто в своем уме тогда будет покупать старые i5, которые почти в два раза дороже. И куда будут девать камушки, которые пылятся на складах? Неужели нас ждет грандиозная распродажа? Как думаете? Напишите в комментарии. Как это уже понятно из названия процессора, модель Core i3-8350K будет иметь разблокированный множитель. В том же бездонном интернете уже появилось сравнение данного процессора с, не побоюсь этого слова, легендарным Core i7-7700K. По факту, оба процессора имеют по четыре физических вычислительных ядра, но Core i7 поддерживает технологию гипертрейдинг, то есть может работать в восемь потоков против четырех у Core i3. Частота у семерочки тоже немного повыше, 4,2 ГГц против 4 ГГц у Core i3. Однако, даже имея преимущество по частоте, Core i7-7700K все равно уступает Core i3-8350K в однопоточном режиме в тесте CPU-Z. 492 балла против 503. Вот это поворот! А в многопоточном режиме за счет, собственно, восьми потоков. Он, конечно, опережает взорвавшегося юнца. 2648 баллов против 1982. Аналогичную картину можно видеть при сравнении этого же Core i3 с еще более старым Core i7-7700K. Если это все окажется правдой, то все очень и очень круто. В общем, все, кто собирается делать апгрейд или собирать себе новый комп, думаю, стоит потерпеть полтора-два месяца до выхода кофе-лейков и собирать систему уже на этой платформе. Казалось бы, в Японии люди достаточно состоятельные и благополучные, но даже там никто не любит переплачивать. Поэтому очень многие покупатели не хотят приобретать процессоры AMD Ryzen 3 Drip у себя в стране. Подходящие материнки покупают, а вот процессоры заказывают в зарубежных магазинах с доставкой в Японию, поскольку так выходит дешевле. Знакомая ситуация, правда? Но чем Россия отличается от Японии? Ну, как минимум тем, что в России на этом бы все и закончилось. А вот японские магазины электроники начали массово снижать цены на Ryzen 3 Drip. Да-да, японские магазины готовы пожертвовать частью прибыли, только чтобы не потерять покупателей. В результате цены были снижены примерно на 10%. Эх, когда же уже наши магазины будут так же ценить своих клиентов? Как думаете, есть хоть какой-то другой ответ, кроме никогда? Наверняка многие из вас помнят, как еще совсем недавно Microsoft активно и агрессивно настаивала на обновлении вашего компьютера до Windows 10. Примерно с середины 2015 и до второй половины 2016 года всем пользователям была дана возможность бесплатно обновить старую винду до десятки. Кстати, вы обновились? И как вам? Часто это делалось в добровольно-принудительном порядке, а надоедливое уведомление было не так-то просто отключить. А кроме этого, на жесткие диски без спроса загружались установочные файлы объемом 6 гигабайт. Многие европейцы не стали терпеть такую наглость, и в результате это привело к огромному количеству судебных исков, в которых пользователи жаловались на то, что такие действия Microsoft привели к поломке их компьютеров и даже потере данных. Как итог, один из таких исков был зарегистрирован в Федерации по защите прав потребителей Германии, и дело оказалось в окружном суде Мюнхена. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Microsoft решила не дожидаться решения суда и добровольно согласилась прекратить принудительно загружать обновления на компьютеры пользователей. Теперь компания, цитирую, обязана избегать размещения установочных данных новых операционных систем на жестких дисках пользователей без их разрешения. Да, Microsoft больше бесплатно не раздает обновления до Windows 10, но тем не менее, сегодня компания использует новую систему для обновлений Unifit Update Platform. В результате объем обновлений значительно уменьшен за счет того, что теперь они включают в себя только недостающие элементы, а не целиком все установочные файлы. Странно, почему до этого нельзя было додуматься раньше. На этом у меня все. С вас лайк и подписка, а с меня новый выпуск в ближайшее время. Мне кажется, что это честный обмен. Хочешь больше общения? Ссылки на социальные сети можно найти в описании к видео. Буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч.